Глава пятая. О числе естеств. Но подобно тому, как с одной стороны исповедуем в божестве единое естество, а с другой говорим, что поистине есть три ипостаси, и все то, конечно, что естественно и существенно называем простым, а различие ипостасей познаем в одних только трех свойствах, в том, что один безвиновен и есть отец, а другой произошел от причины и сын, и третий произошел от причины и исходящий. Причем мы убеждены, что они, то есть ипостаси, не могут быть удалены и разлучены одна от другой, и что они соединены и неслитно проникают одна в другую, и с одной стороны соединены неслитно, ибо они суть три, хотя и соединены, а с другой неразлучно разделяются, ибо хотя каждый существует сама по себе, то есть совершенная есть ипостась, имеет свойственную ей особенность, то есть различный образ бытия, однако они соединены как сущностью, так и естественными свойствами, и тем, что они не разделяются и не удаляются из отеческой ипостаси, и как суть так и называются единым Богом. Таким же самым образом и в божественном, и таинственном, и превосходящем всякий ум и понимание домостроительстве исповедуем, хотя два естества единого и святой троицы Бога Слова и Господа нашего Иисуса Христа, как божеское, так и человеческое, соединившиеся одно с другим и ипостасно объединенные, но одну сложную ипостась, соделанную из двух естеств. Далее говорим, что два естества и после соединения сохраняются в целости в единой сложной ипостаси, то есть в едином Христе, и что они, как и природные их свойства, существуют поистине, будучи, конечно, соединены неслитно и нераздельно, как различаясь, так и будучи исчисляемы. И подобно тому, как три ипостаси святой троицы и неслитно соединены и нераздельно разделены и исчисляются, и число это не производит в них разделение или разлучение, или отчуждение и рассечение, ибо мы знаем единого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Таким же самым образом и естества Христа, хотя они и соединены, но соединены неслитно, хотя они и проникают в друг друга, но не допускают как изменения, так и превращения одного в другое. Ибо каждая из двух сохраняет свое природное свойство неизменяемым. Почему они и исчисляются, и однако число это не вводит разделение, ибо один Христос, совершенный как в божестве, так и в человечестве, потому что число по своей природе не является виновником разделения или соединения, но оно служит к обозначению количества тех вещей, которые исчисляются, или соединенных, или разделенных. Соединенных, когда, например, эта стена состоит из пятидесяти камней, разделенных же, когда, например, пятьдесят камней лежат на этом поле. И опять, например, соединенных, потому что две природы находятся в угле, разумею, природу огня и дерева. Разделенных же, потому что природа огня одна, а природа дерева другая, так как соединяет и разделяет их иной образ, а не число. Следовательно, подобно тому, как невозможно три ипостаси божества, хотя они и соединены одна с другою, назвать одной ипостасью, ради того, чтобы в противном случае не произвести слияние и уничтожение различий ипостасей, так и два естества Христа, ипостасно соединенные, невозможно назвать одним естеством, для того, чтобы иначе нам не произвести и уничтожение и слияние, и несуществование в действительности их различия.